Всем привет, с вами портал mmo13.ru и я ведущий гвоздь, а у нас новости, погнали! После анонса Warcraft 3 Reforged на официальном сайте было указано, что игра выйдет до конца декабря 2019 года. Теперь же Blizzard огласила точную дату и дала ясно понять, что в этом месяце ждать релиза точно не стоит. Ремастер легендарной RTS поступит в продажу в ночь с 28 по 29 января в 2.00 по московскому времени. По словам разработчиков, для них важно поддержать высокий стандарт качества, которого от них ожидают игроки, поэтому им потребовалось дополнительное время для завершающих штрихов. Русскоязычное подразделение Pearl Abyss объявило о включении наследия для мастера меча и маэвы в MMORPG Black Desert. Теперь герои могут сражаться с классической катаной и роговым луком наравне с пробуждением. Чтобы изучить третью ветвь навыков, как и в предыдущем случае с Валькирией и Мистика, необходимо достичь 56 уровня и завершить цепочку заданий у Черного Духа. Также стартовало продолжение ивентов. Заменены некоторые награды за квесты, добавлены предметы, повышена цена за хлам от монстров и исправлено небольшое количество ошибок. Тем временем в корейскую версию был добавлен новый класс Страж. В западной версии эта девушка с огромным топором появится 22 января. Предполагаем, что у нас патч с новым классом выйдет примерно в то же время. Для русской версии MMORPG Blade & Soul вышло очередное крупное обновление, получившее название Двойная Луна. Она добавила в игру Подземелье Ангар 0, в котором находится прототип боевого механизма, созданного учеными и механиками снежной бури. При его уничтожении с некоторым шансом появится таинственный торговец. Помимо этого в игру добавлена третья специализация для пробужденного класса Мастер Секиры, который может орудовать не одним, а сразу двумя топорами. Также патч внес балансные изменения в способности классов, появилась новая бижутерия, введена возможность автоматической рыбалки и другое. Эда 28 января 2020 года будет проходить ивент, в ходе которого игроки смогут собирать золотых оленей, которых можно обменять на различные награды, в том числе на костюмы. Пользователи Windows 10 и Xbox One могут зарегистрироваться на участие в грядущем закрытом бета-тестировании для западной версии MMORPG Phantasy Star Online 2. Для этого необходимо установить приложение «Центр предварительной оценки Xbox» через магазин Microsoft Store, найти там игру и нажать на кнопку «Присоединиться». К сожалению, закрытое бета-тестирование пройдет только в США и Канаде, поэтому перед подачей заявки обязательно нужно поменять регион в настройках компьютера или консоли. Потом можно вернуть. Также на данном этапе принять участие смогут только владельцы Xbox One. Пока неизвестно, будут ли тесты для ПК, но возможность подать заявку на это намекает. Популярного стримера MMORPG Final Fantasy XIV под ником ArtHars заблокировали на 10 дней из-за ненормативной лексики на своем канале Twitch, согласно порталу MMOOS.com. Интересно, что игрок не говорил ничего плохого в самой игре, обсуждал ее оптимизацию в грубом ключе и ругался матом на прямой трансляции. Как так получилось? Дело в том, что лицензионное соглашение позволяет Square Enix блокировать доступ к игре пользователям по любой причине или без причин. Видимо, кто-то из его подписчиков либо подал жалобу, либо сами сотрудники следили за трансляцией. Сейчас на Reddit то и дело всплывают сообщения об ошибке в Call of Duty Modern Warfare, которая связана с углами камеры. Она позволяет видеть затаившихся врагов и кемперов раньше времени. Таким образом, постоянно перемещающийся пользователь имеет огромное преимущество. Кроме того, если вы установили лазер на оружие, спрятались и направили его на стену, то для врага он также будет виден. Пример вы можете наблюдать сейчас на экране. Один из пользователей запечатлел момент собственного убийства и замедлил его. Как оказалось, противник показался всего на один пиксель за два кадра из 60 в секунду и убил его. Этого явно недостаточно, чтобы выстрелить в ответ. Игроки PC-версии GTA Online сообщают о потерях денежных средств со счетов в количестве до 54 миллионов долларов. Все дело в ошибке при расчетах стоимости обслуживания бункера, за который может взиматься большая плата. На скриншоте можно видеть цифры 54 миллиона 2375 долларов США. Пока неизвестно, может ли сниматься меньшая сумма, ведь ошибка довольно редкая. Но пользователи рекомендуют держать денежные средства на нескольких персонажах и не допускать повышения лимита 54 миллиона. Некоторые игроки смеются над ошибкой, сообщая, что на их счетах нет и 200 тысяч за постоянной покупки автомобилей. Либо они имеют миллиарды и 50 миллионов, для них это всего лишь мелочь. Похоже, новый издатель MMORPG Mo Legend не смог обеспечить должную безопасность себе и другим игрокам. Компания Wall of A объявила, что вынуждена сделать откат серверов до версии от 26 ноября. При этом весь прогресс персонажей, а также и предметы и экипировка, полученные за этот период, окажутся стерты. Wall of A сообщают, что это необходимо из-за вмешательства хакеров, которые нанесли огромный ущерб в основном в экономической сфере. Изначально проводились технические работы по 5-6 часов с целью исправить последствия, но, похоже, не вышло.